Привет, я Шок, и сегодня я сыграл с Хоббитом, Абай Хасанов. Это самая интересная игра, потому что с этим человеком я знаком максимально хорошо. Я из всех проигроков знаю его прям полностью, можно сказать. У нас было большое интервью, снятое на этом канале, единственное. Поэтому вы можете его посмотреть по подсказке сверху. Так вот, ситуация сейчас такова, то что мы должны были с ним сыграть. Если вы не забыли, я скинул в прошлом году вызов 50 проигрокам. В этом списке огромное количество проигроков, и все согласились, кроме одного человека. Но уточнять, кто это, я пока не буду. Кто стримы смотрит, они шарят. В общем, какая ситуация? Сейчас мы идем по очереди, и следующая игра должна быть с Адреном. Поэтому будем верить, что у нас все это получится. Сегодня была игра с Хоббитом, сейчас он очень сильно поднял форму. И занимает 24 место в топе HLTV, это очень хорошо. Но Аимки это другое, поэтому сейчас мы посмотрим, насколько хорошо играет Хоббит Аимку. Приятного тебе просмотра, в конце ролика будет интервью с ним, а сейчас Аимка. И не забываем ставить лайки, 20 тысяч лайков, и у вас под подушкой будет новый ножик. Завтра поднимешь подушку и дам ножик, да? Ну что, привет, Абай. Привет, привет, Эрик. Мы с тобой давно не виделись, с тобой давно не гуляли по парку. Готов встретиться? Поединка, что у тебя розовое? Подожди, что у тебя у тебя розовое? Подожди. Что у меня розовое? У меня все желтое, блядь. Подожди, у тебя желтое, розовое USP. А, да, да, да. Он выделяется очень сильно. У меня один в один. Он очень сильно выделяется. У нас одинаковые иглоки. Он очень сильно выделяется, прям очень. Мы сегодня говорили с Хоббитом на тему того, насколько скины, перчатки выдают людей. То есть, я фиолетовый, у меня видно везде, да? Ну, палец, да, палец. Если я где-нибудь тебя встретил бы, я сразу понял бы, что это ты. Если бы у других не было. Даже по Питеру, да? Окей, полетели? Играем Аимку. Все, давай, начинай. Давай, если что, реально потечь, то есть, пытайся, работай. Я буду сильно потеть, буду стараться. Но задавать вопросы буду все равно, хорошо? Да, конечно, конечно. Хорошо. Давай, насчет... Насчет 8. Да, погнали, все, играем, играем. Так, go, все, ладно. То 16, тебе за ВП. Окей. Жестко, брата, вообще, что-то ты забайкал. Ай, я застопился. Ну, короче, застопился, застопился. Окей. Нет, я чувствовал, что я умру. Я прям знал это. Ой-ой-ой. Но я видел, ты много кого обыгрывал на имке. Нет, на самом деле, я буду сейчас учить сильно пытаться. Но мы можем пообщаться после каток, так, чисто с... Интервью небольшой будет. Еще одно. Давай, давай, давай. Так что я реально хочу, да, я реально хочу фокус сейчас. Ай-яй-яй, хорошо. Хорош. Е-е-е. Ну, ты еще не разыгрался, да, наверное? Не, я разыграю, все хорошо. Ну, жестко. Это реально жестко. Тупо на скейте. Это забей. Это забей. Это было очень плохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. Очень хорошо сыграл в конце. За вторую сторону. Политер на счет. Фак, чувак, я не знаю. Я прям форму потерял. Очень сильно. Как я помню, что ты выиграл? Ничего страшного. Не попадаю, как он попадал раньше. Мам, политер. Здесь блок. Здесь блок, я не знал этого. А, нет, нет. Меня что-то заблочил, так что я прошел. Жесть. Ой, жестко. Не, бро, бро, не пикай, не пикай. На имках не пикают. Не пикай, не пушит, имеешь? Да, в сторону нельзя переходить. А, сейчас, все. Понял. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну как, красный, да, наверное, вообще? Не, не 70. Так, как ты выкрутился. Да, ты выкрутился. Жестко. Ай-яй-яй. Залетела. Фух. Чувак, потерю, жестко потерю. В плане, во всех смыслах. А-а-а. КГ. Это хорошо было. Ну я, чувак, я жестко это спустил. Ну, а вторую, блин, обидно. Вяти раунд. А, не, стоп. Я до опыта игру. Короче, ну это было КГ. Спасибо за игру. Ну да. Пойдем пообщим. Не, ну слушай, ну в любом случае, фак. Я очень сильно потерял форму, но достаточно раунд взял, мне кажется. Ну вторая потная была. Да, вторая была потная. Первая, не, не зашла вообще. Блин, прикольно. Фак, ну прикольно то, что эмоции есть. То есть это необычная стрелялка просто. Я реально волнуюсь. У меня руки холодные. Я сейчас разговариваю с дрожью. Это забавно. Ладно, пойдем пообщаемся. Так, Абай, рассказывай. Ты сейчас застрял, можно сказать, в Казахстане. Ты был до коронавируса и сейчас остался в восстании, правильно? Да. Какие у тебя условия? Какой у тебя пинг? Какие у тебя вообще сложности? Может быть, плюсы появились после всего этого дела? Ну, слушай, сложности — это пинг. Также сложности — это очень важный момент, это график. Потому что турниры были поздно. Три часа разница с Москвой. Если турнир по Москве, там, начинался в 5, у меня это в 8, в 9, да. И там уже третья карта, 11, 12. Но в Питере я обычно в это время ложился спать. Но все равно, это как-то по режиму очень бьет. И как-то это неприятно, как-то, знаешь. Также из минусов, то что я некоторые девайсы оставил там, в Питере. Например, это вот Капельки, мой любимый. А ты сейчас на чем играешь? На HyperX. И как тебе? Да, по факту. Похоже? В Капельках лучше, по факту. А что именно? Сидят у тебя сейчас наушники не так, как нужно? Или звук какой-то другой? Да вот, сидят они как раз таки идеально. И просто объемный звук, понимаешь? Когда в Капельках он как-то, я более в фокусе. А когда наушники, он какой-то объемный, сам понимаешь, он общий звук выдает. И все равно как-то непривычно для меня. А я не могу это объяснить, я такие слова не знаю. Я тебя услышал, да. Ну, примерно так. Вообще, какая ситуация в Астане? Коронавирус, ты можешь прогуляться? Ты можешь пойти в клубе поиграть? Да, могу. Ну слушай, сейчас ситуация такая. Сейчас нам, у нас ЧП отменили. Сейчас у нас статус другой, просто карантин. И пока непонятно. Поэтому люди сейчас и в Капелькуб могут пойти. Официального ничего нету. Никакого приказа нету. Но все понимают, что ЧП все отменили. А когда было ЧП, то там много было у нас моментов, которые мы не могли делать. Это, например, вот на левый берег, на правый берег. Люди с правого берега, на левый берег и так далее. Какой-нибудь большой супермаркет не могли там поехать. Ты должен выбрать самый ближайший магазин. Ну вот, как раз и компьютер-клубы, там магазины. Ну, короче, все равно чувствовалась такая атмосфера. Знаешь, все люди дома, кто выходит, тех штрафуют. Постоянно на улице полиция ездит, контролирует это. И как-то чувствовалось это. Сейчас вот как-то особо такого нету. Мы с тобой снимали ролик, интервью. Кто не видел, мы сняли с ним самое большое интервью, которое я снимал. Оно было снято в Питере. Мы гуляли, мы были в квартире у Хоббит, смотрели его девайсы. Были в клубе и так далее. Это большое интервью, поэтому посмотрите, подсказка наверху появилась. Мы это снимали тогда, когда твоя команда занимала 50-е место, 52-е место. Прошло 3 месяца. Что изменилось? Почему вы теперь 24-е место? Вы сегодня в два раза лучше начали играть. Что изменилось? Каким боком это получилось? Что вы изменили в своей игре? Ну, слушай, мы в принципе показывали всегда нормальный результат. Если посмотреть хеллтв, мы там сыграли за выход в клоус, квалифайер, стримхак против героик. Мы проиграли 19-17 на каких-то потных допах. Далее мы вышли на минор. Мы показали результат хорошим. Мы обыграли форс и хеллрейзерс. До этого мы тоже проиграли гамбит-янгстерс в очень упорной борьбе. Нам всегда не хватало чуть-чуть, знаешь. И, во-первых, повлиял фактор то, что к нам пришел тренер Митя Хуч, который нам добавил то, что нам не хватало. Это там где-то характера, да, изюминку, в общем. Игрокам он очень помогает индивидуально улучшаться. И, конечно же, все равно, как ни крути, мы молодая команда, мы новая команда. Никто с друг другом не играл до этого. Я никогда не играл там с Владом, с Айдыном. И также Айдын с ними никогда не играл. Все равно есть такое понятие, как команда, которая существует там. Вот даже топ-5 мира взять, топ-3, топ-4 мира не сует. Там Астралис, Нави. У них всегда есть костяк, которые вместе очень долго играют. Так минимум, там, Симпл, Электроник уже играют полтора года. Ну, любой состав взять, везде есть костяк, троица. Была команда Гамбит, куда присоединился я и Зевс. Тоже был костяк, Моу, Адрен и Доси. И все равно решает тот момент, чем больше команда играет вместе, костяк, тем лучше. И мы, как новая команда, мы только притираемся друг к другу. И чем дальше мы будем играть, чем больше у нас будет улучшаться результат. Потому что у нас все равно такой сейчас период, где мы притираемся друг к другу и узнаем друг друга лучше. И привычки. И постараемся под ниже. В общем, это целая теория. Да, сейчас Кризен какую роль отыгрывает в команде. Кризен — это такой игрок, который делает много грязной работы. Например, у нас есть игроки, которые не любят некоторые роли исполнять. И Кризен с удовольствием их возьмет. Например, никто не хотел играть на трейне на Б за КТ. И Кризен за это взялся. И вот таких примеров у нас связано с ним куча. Какую роль отыгрываешь ты в команде сейчас? Вообще я IGL, капитанию. Придумывал тактики. Сейчас то, что присоединился Митя, немного мне стало легче. До этого я выполнял и тренерскую, и капитанскую работу два в одном. Сейчас же я выполняю только капитанскую работу. И Митя мне сильно помогает. В игре самой я не знаю, честно, до конца не понимаю, какую роль я играю. То, что остается. То, что команда в первую очередь. Мои игроки — это самое главное. То есть я, как капитан, должен все равно вести их за собой. И где-то беру роли, где я могу сам сказать им «Го за мной, ребята!» И выйти там, разменяться. Например, на нюке я играю там с чуваком, который на улице затернул, который чекает, чекает и дает колл. То есть я стараюсь на картах играть те позиции, где я могу больше видеть ситуацию, от этого давать колл. А за КТ нету каких-то там точных ролей, где я играю. Тоже, что есть, то и играю. Самое главное, что был у нас доволен в первую очередь, это Эллион. Ну, это снайпер наш. Его роли даже не обсуждаются. И второе — это, наверное, Бонтик, Влад. Он сейчас Хошедор начал играть. Да, это мой игрок, который очень надежный, и он всегда играл очень неоднозначно. Я не скажу, что он супер-супер хорошо играл, и не скажу, что он плохо играл. Он всегда играл нормально, хорошо. Он не был суперзвездным игроком, но я вижу в нем потенциал звездного игрока и очень надежного игрока. Увидел, особенно я это на турнире, когда мы играли против них в финале. Он играл тогда за Тейлу. Он очень сильно выделялся, понимаешь? Я играл как будто против Голд Зеры, знаешь, по игре. Я чувствовал, где вот сейчас здесь где-то Бондики, он по-любому мне даст сейчас хедшот. То, что он чувствует в игре, для меня очень важно. Как он себя чувствует, какая роль для него больше подходит, что ему нравится, что ему не нравится. Я стараюсь это высушить. Вам пастивайте, Абай, за очередной ролик. Это уже с тобой второй ролик полноценно. Пастивайте большое. Надеюсь, вернешься совсем скоро уже к нормальному пингу и снова к победам. Спасибо. Удачи. Спасибо, братан. Спасибо. Спасибо тебе за просмотр. Это был Хоббит. Подпишись на канал прямо сейчас, нажми на колокольчик. Это очень важно. И не пропускай новый ролик. А он должен выйти уже совсем скоро. Не буду говорить, когда. Это не работает. Пока. Пока.